Библейский портал экзегет.ру представляет 38 глава Бытия, читая перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет. У нас начался в 37-й роман об Иосифе, отдельное такое произведение, часть книги Бытия, которая, с одной стороны, тесно связана по сюжету, с остальной частью, с другой стороны, совершенно самостоятельно в художественном плане. А 38-я, она точно такая же внутри этого романа. Вот смотрите, в этом романе в 37-й главе происходит все самое печальное. Братья продают Иосифа в рабство, вообще чуть ли не убивают его. В общем-то, чудом он остается в живых. И его уводят, мадьянитяне продают его в Египет, в рабство. Далекая страна, откуда, в общем, трудно вернуться. Как он вернется, вернется ли это, большой вопрос. А что происходит в это время с братьями? Казалось бы, нас это не особенно волнует. Вот 37-я зависает на таком вопросе, Иосиф раб в Египте. Что с ним будет? А 38-я вдруг возвращает нас к братьям. В ту пору Иуда, оставив братьеву, поселился рядом с одним Адуламитом по имени Хира. Там ему приглянулась дочь некоего Шуа Ханане. Иуда взял ее в жену и лег с ней. Она забеременела, родила сына. Иуда дала ему имя Эр. Она снова забеременела, родила второго сына, дала ему имя Онан. Затем родила еще одного и назвала его Шила. Это было в Кизиве. Ну, Кизив какое-то место, мы не знаем где точно. Ну, нормальная семейная жизнь, да. Вот продали брата в рабство, а сами живем, жен, заводим детей, отлично все. Жены своему первенцу Эру Иуда взял девушку по имени Тамар. Но Эр был неугоден Господу, и Господь умертвил его. Почему, за что, как, мы не знаем. Вот что-то случилось. Эр. Иуда сказал Онану, живи с лодовой брата, заменишь брата, дашь ему потомство. Но Онан знал, что дети, рожденные Тамар, не будут считаться его детьми, а поэтому всякий раз, как доложился с ней, изливал семя на землю, чтобы не зачинать детей для брата. Это, кстати, не совсем то, что потом назвали по имени Онана, а отказ от исполнения ливератного брака. Такое было бычь, он потом войдет в Моисеев закон, но уже, видимо, существует. То есть, если старший брат умирает бездетным, младший брат берет его жену, и первый ребенок, который рождается, первый сын, считается сыном умершего, хотя физически, конечно, он сын его младшего брата. Дальше уже можно с этой женщиной рождать детей как бы для себя. Ну и вот Онану не хочется, чтобы этот ребенок становился ребенком брата. Чем-то он тоже вот с братом не поладил. Смотрите, история про Иуду. Иуда своего брата продал в рабство, да, среди прочих братьев. И у его детей тоже не лады. У его детей тоже нет братских отношений между собой, даже по отношению к умершему. Он чуть не убил своего брата, и его старший сын умер. И средний сын не хочет ему потомство давать для этого умершего. Не угодно было Господу, что он так поступал, за это Господь его и умертвил. Иуда сказал Тамару, пока мой сын Шелла еще не подрост, иди живи вдовой своих родителей. А сказал он так, потому что думал, как бы еще и младше не умер с лет за старшими. И Тамара вернулась в родительский дом. То есть обычай левератного братка, еще трудно его назвать законом, Иуда исполнять не хочет. Вот он и братских отношений к своему брату не имел, и между своими сыновьями братских вот этих ус не соблюдает. Вот все рассыпается, да. Вот начался этот роман с того, что вот живут они где-то там в обетованной земле. Вот народ Израиля еще очень мало, но он уже оседает, у него уже вот все хорошо. И самое-то главное отношение между людьми, они абсолютно не братские, не любовные, не человеческие. И все разваливается. Как это собрать? Прошло много времени, умерла дочь Шоа, жена Иуды. Когда траур кончился, Иуда вместе со своим приятелем Хероя Дуламитом пошел в темную на стрижку своих овец. А тут у него хозяйственные заботы, у него все свое, там вообще не думает ни о чем. Когда Тамар узнала, что свекра пошел на стрижку овец в темну, а Тамар, вдова этих двух его старших сыновей, ждет, что третьего сына ей предложат в мужья. Она могла бы выйти, конечно, замуж за кого угодно, она, судя по всему, молодая совсем еще женщина. Но она, даже не будучи израильтянкой, хочет соблюсти этот обычай. Иуда, прародитель племени иудеев, да, и колено иудеев, это все нарушает, забывает, занимается своими делами. Она не израильтянка, хочет это соблюсти. А какие у нее есть способы, как она может принудить мужчину? Да никак, только один способ есть, но он совершенно неприличный. Когда Тамара узнала, что свекра пошел на стрижку овец в темну, она сняла с себя вдовь ей одежды, она носит траур по своим двум мужьям. Закрыла лицо покрывалом, но, видимо, женщины легкого поведения лицо скрывали, на лицо-то им смотреть не нужно, когда выбираешь себе товар такого рода. Закрыла лицо покрывалом и села, закутавшись у входа в инаем, что лежит на пути в темно. Ведь она видела, что, хотя Шелла подрос, ее так и не берут ему в жены. Взглянув на Тамара, Иуда принял ее за продажную женщину, так как лицо ее было скрыто покрывалом. Скрывали раньше, а не наоборот, выставляли. Он подошел к ней, она сидела на обочине дороги и сказала, я с тобой лягу. Вот Иуда, да, он такой, он все знает, как ему сделать. Захотелось ему с женщиной побыть, нашел первую попавшуюся, давай с тобой лягу. Видимо, она прекрасно была в курсе этих его нравов, и поэтому все это подстроила. Ведь он не знал, что это его невестка. А та спросила, а что ты мне дашь, если ляжешь со мной? Я пошлю тебя козленка, ответил он. Ну, понятно, что пошлю когда-нибудь в будущем, а что сейчас? Но она сказала, пока не прислал, оставь залог. Какой залог ты хочешь, спросила Иуда. Она ответила, твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руках. Ну, как если бы сегодня она сказала паспорт и кредитную карточку. Потому что посох — это знак его достоинства, а печать на шнурке — это то, чем он запечатывает письма. И, соответственно, она может от его имени любое письмо составить. Полностью, собственно, свою идентичность оставляет у нее в руках. А ему так хочется, ему так прям не втерпешь, что да, ладно. Он дал ей все, что она просила, переспал с ней, и Тамара зачала от него ребенка. Потом встала, ушла, сняла с лица покрывало и вновь надела своей вдовью одежду. А Иуде все нормально. Когда Иуда послал своего приятеля Адуламита с козленком, чтобы получить обратно залог, тот, сколько не искал, не мог ее найти. И стал спрашивать у местных жителей, где блудница, что сидела при дороге в Инаеме. Но ему отмечали, не было там никакой блудницы. Он вернулся к Иуде и сказал, я ее не нашел. А местные люди говорят, что там и не было никакой блудницы. Иуда ответил, пусть лучше остаются эти вещи при ней, не будем себя позорить. Я посылаю ей козленку, а ты не можешь ее найти. То есть вот даже особо и не волнуйтесь по этому поводу. Слушайте, становится понятно, почему он так легко соучаствовал в продаже своего брата в рабство. Он живет минутными прихотями. Вместе через три Иуде сказали, согрешила Тамара твоя невестка и теперь беременна. Стоп. А невестка-то она ему в прошлом, он ее за младшего сына не выдал. Так что, в общем-то, он власти над ней не должен иметь. Он ее отправил к ее родным. Но кто же откажется власть проявить? Вот как выдавать ее замуж, так она ему не невестка. А как ее судить, так очень даже да. Возьмите ее и сожгите на костре, распорядился Иуда. Точно такой же вот порыв, да. Ни в чем не разбираясь. Не думая о том, что он женщину обрек на пожизненное одиночество. И что если даже у нее там какой-то роман возник, ну, в конце концов, может, ее там изнасиловали, может быть, она не хотела, может быть, что-то еще. А все. Вот он человек резкий, порывистый, примитивных, совершенно простых решений. Это все изменится. Мы про это прочитаем. Ну, пока давайте, а прям сожгите еще самая такая тяжелая и страшная казнь. Но когда Тамар повели на казнь, она просила передать своему свекру. Все-таки она его считает свекруем, да. Я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи. Узнаешь, спросила она, это печать со шнурком и посох. Иуда узнал. И надо отдать ему должное, упрямиться не стал. Правда на ее стороне, сказал он. Все из-за того, что я не отдал ее моему сыну Шелле. Больше Иуда с нее не спал. Смотрите. Иуда обманул своего отца при помощи козленка. Разорвал одежду брата Иосифа, ну, вместе с другими братьями. Испачкал ее в крови козленкой. Предъявил одежду и сказал, опознай. Тамара сделала абсолютно то же самое с ним. С помощью козленка его обманула, предъявила ему его вещи и сказала, опознай. Он опознал. Вот это еще история про то, что как аукнется, так и откликнется. Но на очень конкретных примерах. История про то, что этот самый израильский народ далеко не безупречен с самого начала. Что там есть место зависти, злобе, похоти, гневу. Да всему. Но Господь каким-то образом пытается этим людям показать, что так нельзя. Что если так ты обращаешься с другими, так с тобой обратятся. Тамара пришло время рожать от своего свекра. И оказалось, что у нее близнецы. И когда начались роды, и наружу высунулась ручка, то повивальная бабка повязала на нее алую ниточку и сказала, этот вышел первым. Но ребенок втянул ручку обратно, и на свет появился его брат. Как это ты прорвался, спросила повивальная бабка. Младенца назвали парусом. За ним появился на свет и другой с алой ниточкой на руке. Его назвали зерохом. Парус — это похоже на прорыв, зерох — похоже на алый. Вот история, как род Иуда продолжился. Он отказался его продолжать каким-то традиционным способом. То есть выдать вдову старших двух братьев за младшего. Сегодня нам откажется странным. Ну вот малышей Карлсоне, он тоже волновался малыш, что ему достанутся не только одежда от старшего брата, но и жена, когда тот умрет. Но это древняя обычая либератного брака. И вот этот обычай он нарушает ничего. Найдутся люди, которые восстановят вот эту преемственность. Сейчас главная ценность в этой истории — это род Израиля. Он должен продолжаться. Он должен в новых поколениях расширяться, распространяться. Иуда дважды против этого поступил, когда продал своего брата, когда отказался выдать свою невестку замуж за младшего сына. Но все равно каким-то образом через скандальные, неприятные, страшные истории этот род будет продолжаться. И с Иосифом, наверное, произойдет то же самое, мы просто пока еще не знаем как.